Надо расставить числа от 1 до 5 Так, чтобы в каждой строчке эти числа не повторялись Так, чтобы в каждом столбце эти цифры не повторялись И еще одно условие Так, чтобы 4 числа, стоящих в углах квадрата, в произведении давали 4 Чтобы 4 числа, стоящих в углах квадрата, давали 9 Ну и последнее 4 числа, стоящие в углах квадрата, в произведении бы дали 24 Всем ли ясна задача? Расставить числа от 1 до 5 Так, чтобы в каждой строчке, в каждой строке числа не повторялись То есть двух одинаковых цифр не должно быть рядом 4 числа, стоящих, дали в произведении 4 4 числа, рядом стоящих, дали в произведении 9 А здесь в произведении 24 Приступайте Рядом напиши, просто 4 равняется и произведение Проблема маленькая в том, что тут некоторые пришли и думают Ну как же 4 представить четырьмя множителями? Вот здесь 4 четырьмя множителями представить 9 четырьмя множителями представить И 24 четырьмя множителями не больше 5 Так, 1 умножить на 1, 2 умножить на 2 Итак, первым мы сделали уже половину работы Нам надо узнать, как представлять Тут двойки не можно быть Потому что тогда, каким мы бы тут числа ни ставили, девятки не будут Два четное, соответственно, оно в произведение не может войти Тут тройка, тут единичка, тут тройка Тут будет четвертый Двойка, тройка, единичка Пятерка, как известно, не дает этого Значит, тут четвертый Тут что? Четверку зачеркивают? Тут либо тройка, либо двойка, либо единичка На двойка единичка не могут Поскольку они уже стоят в строчке Тут не может быть единички, а она в туристы Значит, нет Клуб блондинок за углом Значит, тут единичка Теперь ищем по этой Третий раз вы уже туда не войдете Теперь ищем по этой вертикали Да Смотрите, столбец уже почти заполнен Четыре числа стоят Потому что его в этом столбце нет Теперь мы будем искать вот тут Тут остались числа Четыре и пять Тут не может быть Значит, тут четверка Хватит тут поищем Значит, тут тройка осталась Четверка и пятерка Тут может быть четверка или пятерка Потому что тут уже есть тройка Ставим тройка Четверка, делик Вам не звонят и сказали Тут пятерка Тут четверка и пятерка Значит, тут будет, естественно, будет тройка Значит, тут будет двойка Значит, тут четверка или пятерка Вполне разумно заполнять те строчки Которых не хватает всего одного элемента Один, два, четыре, три Не хватает? Пятерки Пятерки Четыре, пять, один, два, один Не хватает? Трех Дальше Что осталось? Три, четыре, пять Значит, осталось один, два Но тут не может быть единицы Значит, тут два За сеткой не может быть единица Значит, тут один Да Нам осталось четыре клетки Вот в этой горизонтали Да Остались числа Четыре или пять Да Пять уже стоит Значит, тут четверка Четыре А теперь Которые Угу Четыре Замечательно 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 Да Иди сюда вот здесь вот Пожалуйста, к сожалению Вот так вот Получше четверочки, да? И в школе тоже пиши лучше В школе шесть на шесть На нем мы будем расставлять Разумеется, не все Корабли какие доступны, да? А только наш небольшой набор Какие у нас будут корабли? У нас будет один трехпалубник Один четырехпалубник Один четырехпалубник Итак, одна штука Два двухпалубника О, две штуки Ну и три однопалубника Три штуки Три однопалубника Что надо учесть? Правила морского боя Знают практически все А именно Бортами рядом не вставать Уголками не касаться Но здесь еще дополнительные правила А именно Когда вы смотрите Вниз По вертикали Увидели? По первой вертикали Первым Кого вы заметите Это будет однопалубный корабль Когда вы смотрите По этой вертикали Вниз Представьте себя на этом месте Вы видите Первым Однопалубный корабль Если вы смотрите вниз По этой вертикали Вы видите Маленький трехпалубный корабль Трехпалубный корабль Ну с однопалубными все понятно Есть маленький однопалубный корабль Он может стоять здесь Здесь, или здесь, или здесь, или здесь, или здесь, или здесь С трехпалубником хуже Поверьте мне Потому что он не просто может стоять Здесь, здесь, или здесь Еще непонятно, как он стоит Потому что он может стоять и так Здесь, здесь, и здесь И тогда вы на него смотрите Просто видите его серединку Увидели? Значит, такое расположение тоже возможно Самые хитрые трехпалубники Ловите их первыми Итак Если вы смотрите Здесь единичка Здесь Вы смотрите как? Всем ли понятно, что вы смотрите Справа налево? Справа налево Слева направо У нас другие числа будут Один и два Если вы смотрите Снизу вверх То первый Кого вы заметите Это будет двухпалубный корабль Причем Он может стоять Как так Вертикально То может стоять и Горизонтально Но что мы точно знаем Мы точно знаем Что он не может стоять здесь Потому что если он стоит здесь То он загораживает Наш вид справа На однопалубный корабль Увидели? Поэтому загораживать Другие корабли Нельзя Ну и замечательно Тогда нам только остается Расставить числа Ну собственно говоря И все Теперь вам надо Вооружиться Карандашом Эластиком И расставить корабли Один трехпалубный Два двухпалубных Три однопалубных Так чтобы по указанным направлениям Видны были Именно те корабли И другие И другие Не загораживали Вперед Пожалуйста А может корабли Которые Что? Края Может конечно Он может быть Около края Главное Чтобы они Между собой Не касались Краями Между собой Между собой Ни углами Ни боковинами Не должны Соприкасаться Ну вот он вот сюда Подвинется И я увижу За ним Вот за ним Ничего уже не увидишь Клеточки считают Если трехпалубник То у вас Трехпалубник Ставит Если вы видите Трехпалубник То вы видите Если честно Поскольку он один То у меня Эта клеточка Точно будет Трехпалубником А как он будет стоять Вертикально Или горизонтально Вы уже сами думаете Их должно быть три Да пожалуйста А вот Значит Под первой единичкой Снизу Это двойка? Да Двойка У нас есть один Пока Крести А все остальные Нам надо добыть В честном бою Пожалуйста Илона Итак Понятно Почему он не может Стоять вертикально Да Потому что он будет Загораживать тогда Однопалубник Да И двухпалубник Значит он только Лежит А вот это Я бы пока не спешила Я с тобой Вполне соглашусь Но непонятно Здесь Или здесь Его поставить Если ты поставишь здесь У тебя здесь может быть Однопалубник Вполне Поэтому мы можем Пока только Про две клеточки Сказать Третья пока Не обоснована Мы рисуем То что у нас Обосновано Дальше Итак Следующий Какой Не может стоять Потому что Перегораживает вид Поэтому будет Лежать Да И точечки Сразу Не забыли Еще Какой корабль Точно Итак Внимательно У вас есть шанс Еще самим Догадаться Ну это ты так думаешь Еще надо доказать Показать Показать Да 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 Итак У нас цифр 4 А корабля 3 Значит Один из кораблей Ставим на пересечение Пересекаем Например Да Здесь Почему мы не выбрали Потому что Здесь Тогда Тогда Здесь Двухпалутный Стоит Да Хорошо А точки Еще Поставить Точки Да Точки Удобно Ставить Чтобы уже Не ожидать Что там Что-то Появится Чтобы не было Так Да Поскольку У него Уже Шансов Нет Уйти Но он Может Стоять Или Здесь Или Здесь На что Смотрим На Двухпалутный Здесь Одна Клетка Здесь Да Пожалуйста Две клетки Две клетки Две клетки Однопалубный Однопалубный Надо Загородить Вот этот Да Здесь Не может Здесь Стоит Почему? Чтобы не Загородило Да Единственная Возможность Да Замечательно Все Все Кравли Расставили Молодцы Надо Надо Расставить Цифры От Единицы До Пяти Так Чтобы Ни в каких Столбцах Они не повторялись Ни в каких Строчках Цифры Не повторялись Произведение Стоящее В четырех Квадратах Цифра Равнялась Девяти Произведение В четырех Квадратах Стоящих Чисел Равнялась Восьми Произведение Четырех Стоящих Цифр Равнялась Восьмидесяти Произведение Четырех Стоящих Цифр Равнялась Двенадцати Все Увидели? Задание Понятно? Все? Проставить Числа От одного До пяти В каждой Строчке В каждом Столбце Так Чтобы Они не повторялись Да, конечно И в произведении Давали указанные числа Спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...